Субтитры создавал DimaTorzok Их особенно было много И в какой-то пристанционной строеннице Их сложили штабелями, вот как в морозилке И сверху замороженную старуху посадили И надо же было, чтобы эти творческие люди Туда зашли и это увидели И на всю жизнь, на все это переселение После этой картины, по-моему, мой папа вообще не захотел жить Он и не жил Он вообще-то, если бы не моя деятельная мама в 52-м году За него замуж не вышла, он бы вообще погиб Он не хотел жить Он вообще все делал, чтобы вот Просто как мусуль... Он говорил, что он хотел застрелиться После развода, после смерти близнецов Он хотел застрелиться, да Но все-таки религия не позволила ему Но он все делал, вся его жизнь Он так себя вел и так жил Он не хотел жить, он хотел умереть Но он никогда не говорил о том, что О своем мирочувствовании, понимаете, в период подготовки Это была его страшная трагедия, катастрофа Потому что, наверное, он... Наверное, он... Если бы не было выселения, он достиг бы очень больших высот Наверное Боже мой, ну мой отец, как номенклатурный человек Он же участвовал не в каких-то софт-секретных совещаниях Но ведь за месяц они уже знали, что будет такая операция Папа из, так сказать, поколения вот этих вот Сталинских, вот эта молодая поросль Когда первые вот эти чистки прошли, да Как в каждой отрасли И в поэтичной, в литературной тоже, да На которую на литературу... Особенно после создания союза писателей большого Все эти маленькие союзы писателей Я не о союзных говорю, там большие все-таки были, да А вот эти маленькие, несчастные, вот, чеченые ингусты Там особенно было... Папа стал председателем союза писателей в 22 года, вы представляете? Он был замечен самим Тарковским Который, значит, вот тоже по-своему, войдя в... Последний, так сказать, представитель Серебряного века По-своему, войдя в взаимоотношения с советской властью Ушел в переводы, так сказать, малых литератур Собственный сборник стихотворный Арсения Тарковского Вышел в 63-е годы, да Потому что до того он занимался переводами, вот, знаете, всяких акынов Маленьких, больших классиков и так далее, да И вот таким образом он был направлен на союзом писателей В эту Чеченную ингушетию И эти у меня документы есть, даже его рукописные Понимаете, вот по степени одаренности разбивка Мой отец первый, он его рекомендует, понимаете Товарищ Сталин тоже вот в каждой литературе, литературке Был свой, так сказать, большой прозаик, большой поэт Охмурять великой утопией надо было тоже талантливыми людьми Да, у нас был большой театр, у нас была большая литература Алексей Толстой и Симонов И вот какой-нибудь, значит, Яндиев Тем более Тарковский рекомендовал Ощущение беды было безусловное Нечто такое Но сами себя утешали Тем более, когда религиозный авторитет тебе говорит Тем более, значит, когда старшие, значит, говорят Не может быть Ну, действительно, такого быть не может Уже перелом в войне, понимаете, произошел Уже, значит, откатили немцев Значит, и вдруг Вот-вот как Ну, не может быть Для чего Да, наверное, вот, значит Потому что основной Основной лживый мотив Присутствия войск Невероятного количества всех родов войск Потому что практически все школы Грозного Были вообще под казармы переоборудованы Военные вели себя как хозяева Конечно же, кто-то проговаривался Офицерский состав жили по квартирам И очень часто, значит, есть сводки осведомителей У меня вот даже интересные документы есть И как многие по пьянке говорили Просто элементарно пугали даже, понимаете Потом, что все равно мы вас, значит, выселим И все равно, значит, скоро вы увидите Про Балты, конечно же В селах, когда, значит, за несколько месяцев Начали просто селиться Вот в каждом селе обязательно Вот какое-то подразделение было А, конечно, это тоже Это была очень явная примета Как бы ни говорили, что вот они все на тренировке Какие-то приехали На какие-то, значит, группу Эдельвейс Все будут ловить Эту, которая в Карачаево-Черкесии Там, в общем-то, только действовала Это немецкая, это альпийская Это бригада знаменитая Эдельвейса Они, в общем-то, до территории Чеченной Ингушетии Вообще-то не дошли Вообще не дошли Не ступила нога В Осетии их тормознули Вдруг ремонт и дорог Вдруг, значит, перепись всех автомобилей Это не такой большой объем-то был Всех подряд, понимаете Пересчет гужевого транспорта Несколько, несколько вдруг таких тотальных Значит, переписи населения По национальному признаку Конечно же, образованную часть Это все тревожило Но опять же, включалась вот эта вот Как бы логика нормального, так сказать Бытия, да Как это идет война? Как это вообще возможно? Как это возможно? Все силы войне Все, все, мы все для вас Как это возможно? Дело в том, что политическое решение Это было принято в сороковом году Понимаете, есть документы А политическое решение В связи со сталинскими бросками на Ближний Восток Были приняты в сороковом году Речь шла о сроках только Мусульмане Приграничные, значит Очищение территории превентивное С 42-го года прекратился призыв Так сказать, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев Прекратился призыв их действующую армию Понимаете? Трагическое, бездарное Значит Принесшее миллионы жертв И в том числе, значит Добровольные издачи в плен Неудачное начало войны Было Сталином Прекрасно потом разыграно Переложено на кавказцев Именно на эти народы Такая техническая, технологическая подготовка Началась в конце 42-го года Никогда не чинившиеся дороги Переезд Но чисто вот такая военная Картографическая Картографические экспедиции Заготовка, значит Леса Для Для этих вот Обустройства этих вагонов Понимаете? Вообще-то все сами сделали в Айнахе Они сами, понимаете В колхозах по разнарядкам По бригаде соревновались Вот все эти, знаете Горные ущелья, дороги Все для военных Для операций надо было проложить Там же непроходимые хутора были Это была колоссальная Мощнейшая военная Военно-техническая операция 19 тысяч только там было задействовано Офицеров высшего Вот-вот Начиная от майоров Понимаете? НКВД 19 тысяч А остальные Это вот, значит Так сказать Первым человеком в НКВД Всегда был русский человек Оно, значит Туземная, так сказать Элита Они были посвящены Безусловно Они были вызваны Вообще более того В январе еще к Сталину Документы есть Председатель Верховного Совета Председатель Совета Министров И первый секретарь И они все знали Ну, конечно Определенный уровень Так сказать Секретности Они должны были блюсти Но все равно Это просачивалось Все равно Это просачивалось Ну, вот Тотальной подготовленности Конечно, не было А сельское Вот несчастное Значит Население Горцы Особенно Это Абсолютные жертвы Подвозили к вокзалу Грозненскому Мама приехала Бабушка уже сидела Значит Ждала их А могла не дождаться Вообще Потому что их могли От Женикидзе выслать И они уже потерялись Они уже отбились От дяди От других ингушей Родстве Их уже увезли И их Подсадили в вагон С горцами-чеченцами Где вообще Никто по-русски не говорил А эти две в береточках Две городские девочки были Ну, маме 24 Тотяки На втором курсе К ним, значит Ужасное Но потом Они были спасительницами Этого вагона Потому что Они добывали Вот то, что им положено Эту воду Значит Буханки этого хлеба Пайку Которую должен был Многие не получали Потому что Они просто не знали Своих прав Даже Смешно сказать Права Но Вот, например Горячую воду Там Или Значит Вот это Ведро воды Лишнее Вот тетя С мамой Выбивали Или Разговаривали Просто С солдатами Находили Общие В общем Страшно Все было Ужасно И там Бабушка Паратифом Заболела Да Потому что Они От шеи Мама Говорит Мы просто Вот Вообще Был Кошмар Да Так Они Приехали В этот Джанасемей Да Колхоз Джанасемей Папа Был Ответ Работник Да Значит Это Представитель Союза Писателей Очень Такой Успешный Номенклатурный Товарищ Он Выселялся Совершенно По Иной Схеме Чем Моя Бедная Мама И Ее Мама И Моя Тетя И Вообще Основная Масса Ингушей Чеченцев И Остальных Народов Это Был Литерный Спец Эшелон Который Уходил Последним Они Их Выселяли Не 23 28 29 28 Февраля Они Выезжали Из Грозного Секретари Обкомов Райкомов Хозяйственная Номенклатура Значит Писатели Художники Ну Такие Вот Начальнички Начальнички Вот Типа Моего Папы Они Ехали Шампанским Они Ехали Хорошо Причем Значит Вот Арсанов Высшие Религиозные Такие Светила Которые Следом За ними Значит Полный Вагон Значит Вот Добра Продуктов Значит Сопровождал Их Вот Им Разрешалось Все А это были Какие вагоны Чем они отличались От теплушек Что это были За вагоны Ну это не теплушки Были Это были Спальные места Это значит Было Другое Питание Ну если Вот значит Папа Гоил Что они Пили Шампанское Знаете Вот Вот Тоже Сволочизм Этой Власти Их Они Все Были Брошены Потом По документам Вот я Вижу Потом Уже Начали Им давать Кормные Местечки Трудоустраивать Началось Особенно С Прокурорских МВДшных Судейских Работничков Документы Говорят Об этом Как Историческое Как Значит Политическое Как Значит Большое Такое Душевное Переживание Осмысление После 92 Года Я вообще Вошла В эту Тему Как 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 Исследователь Да Вот Я уже Очень Много Изнутри Знаю То есть Вот Часть Изнутри Я Часть Этого Это Вот Я Я Производная От этого Но Это Очень Вот Значит Надо Было Прожить Уже Такую Большую Жизнь И Оказаться Свидетелем Участником Следующей Катастрофы В которой Я Я Захотела Досконально Разобраться Я Разобралась С ней Понимаете Потому что Вот тогда Я начала Просить Маму Писать Дядю Папа Уже Не было Уже Мое Плотное Так сказать Пошло Потому что Мы живем Ситуацией В последствиях Прямых Последствиях 44-го Года Почему Вдруг Это Случилось С частью Ингуши Которые Вот Действительно Самые Так сказать Люди Которые Вернулись И Их Снова Оттуда Отшвырнули Что Да Сталин Никуда Не ушел Что Это Вечное Проклятие Во всяк Сучи Ингушское И чеченское Совершенно Вечное Проклятие Но это же Не Сталин Это Сталин Это Одно Из Имен Сатаны Понимаете Ельцинское Преступление Государственное Международное Вот Сейчас Это Абсолютно Ясно По-моему Именно И состоит В том Что Не было Нюрнберга По советскости По коммунизму По советскости Не было Я думала Что вот Это поколение Понимаете Вот этих Айтишник Вот этих Вот Даже Моих детей Которым Все равно Они Везде Все Хорошо Чувствуют Везде Говорят На языках Все Везде Могут Включиться В мир Да За Вот Пределами Своей Так сказать Паспортной Родины Понимаете Где они В любой момент Могут быть Подвергнуты Экзекуции По Вот Банальному Исчезнувшему Из паспортов Но пятому Пункту В любой момент Потому что Они могут Попасть В самую Невероятную Понимаете Спецоперацию Спецразработку Это я Вот так сказать Имеющая Этот опыт И Очень много Поучаствовавшая В судьбах Разных людей В 90-е годы Я Я точно Знаю Это Я иногда С такой Печалью На них Смотрю Понимаете Потому что Вот Они даже Не знают Что может Случиться Я ничем Не могу им помочь Вот Ведь ужас какой Потому что Вокруг стада Понимаете Вот Вот Это Соловьевым И Молотовым Окученная Мыша Ну да Нет дыма Без огня Знаете Антропологическая Катастрофа Имеет место С абсолютным Таким Такой Знаете Ментальной Пердежки Я бы сказала Все-таки Мы потерялись В этом мире Благодаря этому Пребыванию В утопическом Концлагере На утопической Этой идее С абсолютным Вот Вымораживанием Личности Человека И все Что связано Вот С отдельной Личностью Индивидуальностью Абсолютное Неумение Жить Вот В этом Большом Мире Вот Наши люди Везде Чувствуются Вы знаете Вот Везде Они Видны Они Люди Без Достоинства Без Достоинства Мы Нас Любой Момент Любой Начальник Может Понимаете Сделать Потому что Сегодня У него Хорошее Настроение А завтра Другое Мы Находимся Все Время В милости Людоеда Вот Это Наша Общая Трагедия И Общая Катастрофа Наша Всех Вот Мы Все Выпали Из Этого Лона И У нас Нет Другого Опыта У нас Нет Опыта Человеческого Бытия Продолжение следует